Популярнее, чем ТикТок. Какое приложение завоевало место в гаджетах российских пользователей? Это гонки трендов, да, на что есть спрос в странах и в мире вообще. Это тем более посчитать очень легко, потому что это счетчик, который считает любой магазин приложения. В Гухане цветов нарушила вонь мертвой рыбы. Кто в ответе за экологическую катастрофу на озере Средний Кабан? Желающих провести время рядом с озером Средний Кабан теперь станет меньше. Неприятный запах от водоема и обилия мертвой рыбы. Случаи заражения коронавирусом растут. Как защитить себя и близких, узнаем у эксперта Казанского университета. Вакцина должна защитить того, кто вакцинировался. Идея первая. И вторая идея – это создать ту прослойку населения, которое, по крайней мере, не будет переносчиками и болеть этим коронавирусом. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Ариадна Кугушева. Казанский федеральный университет примет участие в Международной научно-технической конференции «Инновации в машиностроении-2021». Об этом ректору Ильша Тугафурову сообщил проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Телеграм стал самым скачиваемым приложением в России, обогнав ТикТок по популярности. Статистику представила аналитическая компания «Эп Эйни». Чем так увлекательно для россиян приложение российского миллиардера и почему оно затмило популярнейший в мире сервис, расскажем в сюжете. История Телеграма берет свое начало в 2011 году, когда основатель популярнейшей российской соцсети ВКонтакте Павел Дуров осознал необходимость в безопасном способе передачи информации. Изначально экспериментальный проект, официально запущенный в 2013 году, к концу года набрал порядка миллиона скачиваний. Сегодня аудитория Телеграма по численности перевалила за 500 миллионов человек. Ценят пользователи приложение за его удобство и безопасность. В Телеграме есть хранилище файлов. Телеграм очень удобно подходит к обработке изображений. Потом это есть в связи с отложенными отправками сообщений. Отправить позже, чтобы ночью кого-то не будить, можете ему отправить сообщение утром. То есть очень много маленьких опций, которые позволяют подстроить мессенджер полностью под себя. Телеграм достаточно хорошо поддерживает защищенные соединения, зашифрованные соединения, секретные чаты. Отметим, что прошлым лидером на российском рынке приложений была китайская соцсеть ТикТок, имеющая гораздо меньшую историю. Но несмотря на то, что его международная версия была запущена всего три года назад, к 2021-му ежемесячная аудитория только по России достигла 36 миллионов человек. Тем не менее, лидерство получил Телеграм. Это гонки трендов, на что есть спрос в странах и в мире вообще. Это тем более посчитать очень легко, потому что это счетчик, который считает любой магазин приложений. Во-вторых, это показывает состоятельность компании, которая завоевает популярность, в том числе и капитализация, то есть это то, сколько она стоит в целом, и сколько стоит, скажем, реклама на этих площадках, если она позволяет рекламировать. То есть если я показываю, что у нас столько-то скачено, я могу продать рекламу под столько пользователей. Отметим, что в пятерке самых скачиваемых приложений России есть WhatsApp и Instagram. В Казани на озере Средний Кабан жители обнаружили обилие мертвой рыбы на его поверхности. Инспекторы Центрального территориального управления Министерства совместно с представителями Росрыболовства для оценки ситуации выехали на озеро Средний Кабан в районе улицы Технической. Желающих провести время рядом с озером Средний Кабан теперь станет меньше. Неприятный запах от водоема и обилие мертвой рыбы. Министерство экологии Республики Татарстан уже подтвердили факт замора рыбы в озере. Какие причины могут быть этому и как решить проблему? Причин замора рыбы в озере Средний Кабан может быть несколько, говорят эксперты Казанского университета. Во-первых, озеро Средний Кабан является одним из трех озерных систем Кабан. То есть, сами по себе они не имеют основного источника в виде подземного водотока. Основное поступление воды – это атмосферные осадки, поверхностный сток и сообщения через систему проток с Куйбышевским водохранилищем. Глубина этих озер не очень большая, поэтому они очень быстро заиливаются. Одной из основных причин замора рыбы именно в этом году я считаю аномально высокую температуру мая, июня и июля. Дело в том, что рыбы – это гидробионты, жебродышащие, основным источником дыхания которых является растворенный в воде кислород. Чем выше температура воды, тем меньше растворение кислорода из атмосферы. Именно поэтому жарким летом чаще всего и наблюдаются заморы гидробионтов. Еще одна причина, связанная тоже с жаркой погодой – прокрывание воды привело к бурному разомножению одноклеточных водорослей. С одной стороны, они выделяют кислород, но с другой – они не успевают выедаться другими гидробионтами и начинают отмирать, тем самым расходуя кислород. Не стоит забывать о том, что вся система озер Кабан находится на территории города Казани, и в связи с этим испытывает значительную техногенную нагрузку. Причем вот как раз озеро Средний Кабан, пожалуй, испытывает максимальную нагрузку. Но что будет, если не убрать мертвую рыбу с поверхности водоема? Она сядет в донные отложения и через некоторое время трансформируется, соответственно, станет разлагаться и станет частью донных отложений через какое-то время. Ну и, естественно, все это вызывает запахи определенные, вызывает, скажем так, загрязнение воды, уже биологическое загрязнение воды. Министерство экологии также провело анализ на содержание кислорода в воде, показатель которого показал критически низкую отметку. Что это значит, объяснила эксперт Казанского университета. Во-первых, в связи с жарой может быть антропогенная штрафирня, о которой я сейчас только что говорил, которая выражается в виде цветения воды зелеными и синих зелеными водорослями. То есть в этом случае бывает низкое содержание кислорода, и она вызывает замор рыбы, да? Но это обычно у мелководных водоемов бывает. Минэкология подтвердили факт замора рыбы на озере Средний Кабан. Но результаты исследованию будут известны только через 7 дней. Инджи Минебаева, Ленарта Влетьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ученик лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета одержал победу в Республиканской робототехнической олимпиаде 2021. Никита Быльнов продемонстрировал лучшие результаты в состязании «Парковка и зарядка» и занял первое место. При заражении коронавирусной инфекцией в организме человека происходит множество процессов. Тяжелое или легкое течение заболевания зависит от иммунитета человека. Об особенностях коронавируса и о том, как защитить себя, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Коронавирус, как и любой вирус, это внутриклеточный паразит. Для его размножения необходима клетка, эксплуатируя которую вирус пробирается внутрь. Наши клетки начинают синтезировать вирусные белки. Вирусные нуклеиновые кислоты клетки человека погибают. Вирусы распространяются по другим клеткам. Для любого вируса необходимо проникнуть и размножиться. Поэтому первое заражение, когда происходит, он садится именно вот здесь, в носоглотке, в ротоглотке. Почему и мазок оттуда делается? Потому что первое размножение вируса происходит именно там. По словам эксперта, при размножении вирус опускается вниз, проникает в легкие. Позже доходит до альвеол, где из клетки вырабатывающие специальное вещество – легочный сурфактант, поддерживающий газообмен легких. Вирус убивает эти клетки и размножается в них. Альвеолы сжимаются, развивается дыхательная недостаточность. Самая большая проблема еще в другом, что он уже разрушив вот эту стенку альвеол, он проникает дальше. Он проникает дальше, а дальше у нас идет кровеносный сосуд. И вот на кровеносные сосуды, они изнутри, все кровеносные сосуды, высланы специальной, ну такой как кафельной плиткой, эндотелиальными клетками. И на них тоже есть фермент, через который внутрь эндотелиальных клеток проникает вирус. С этим и связано тяжелое течение ковида. Легкие становятся похожи на печень, они не воздушные, а заполнены кровью. Но организм борется. У кого-то это протекает в легкой форме, у кого-то в тяжелой. Все зависит от иммунитета. Поэтому важно выработать коллективный иммунитет, чтобы обезопасить себя и окружающих. Вакцина должна защитить того, кто вакцинировался. Идея первая. И вторая идея – это создать ту прослойку населения, которое, по крайней мере, не будет переносчиками и болеть этим коронавирусом. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!